Добрый вечер! Добрый вечер! Будем начинать нашу встречу. Ну, я хочу вам открыть секрет. Мы записываем сегодня новогодний вечер. У нас сегодня с вами 1 января. Поэтому, уважаемые зрители, я вас поздравляю с наступившим Новым Годом. Но, может быть, будет 31 декабря. Поэтому, извините, уважаемые зрители, я вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Но, может быть, будет показан 13 января контрольный Новый Год, когда наступит. Уважаемые зрители, недавно наступил Новый Год. Я вас поздравляю. Все равно это новогоднее настроение есть. Не все еще опохмелились даже. Не все пришли в себя. Но будем начинать нашу встречу. Когда начинается Новый Год, я считаю, прежде всего, надо подумать, что интересного было в прошлом году. И наоборот, что было такого, чего не хотелось бы, чтобы случилось в Новом Году. Проанализировать надо все. Ну, начнем с печального. Со спорта российского. Ну, наверное, не с очень печального. Это с чемпионата мира по футболу, который состоялся в Африке. Тут, в общем, большой обиды для нас не было. Мы просто не участвовали в этом. Ну, должен сказать, что, конечно, главным событием чемпионата, это, конечно, и главным героем чемпионата стал кто? Осьминок Пауль. Весь зал ответил. Правильно. Действительно, его слава. Просто, я не знаю. Знаете, говорят даже, что Единая Россия заказала осьминогу Паулю прогноз президентских выборов, следующих в России. В лучших ядроссовских традициях осьминогу опустили в аквариум две кормушки. Одну с портретом Путина, другую с портретом Путина. Ну, вообще, мало кто знает, что после того, как Германия проиграла Испанию, осьминог Пауль стал семеногом. Ну, а, конечно, успех осьминога не дает покоя другим животным, и в лесах под Брянском завелся медведь-предсказатель. Его прогнозы безошибочны. Кого он выберет, из леса уже не вернется. Ну, и вы правильно, вот выкрикиваете из зала, что осьминог Пауль, к сожалению, погиб. Но не знают люди, почему. Я открою вам секрет. Осьминог Пауль покончил жизнь самоубийством. Он сам себя задушил. После того, как ему предложили угадать результат матча Шинник-Кубань. Ну, перейдем к совсем печальному событию в спорте в российском. Это Олимпийские игры. Ну, прежде всего, конечно, хоккейный проигрыш нас очень расстроил. Хотя, я бы сказал так, не надо расстраиваться. Знаете, если подойти философски к тому проигрышу, который мы все помним, нельзя сказать, что это российская хоккейная сборная проиграла. Я бы так сформулировал. Эта русская сборная Канады проиграла канадской сборной Канады. И Россия вообще тут ни при чем. Кстати, Плющенко оправдал наших хоккеистов сразу после этого матча. Плющенко сказал, что канадцы выиграли нечестно. Ни один из канадских хоккеистов не сделал четверного тулупа. А вообще, когда Плющенко завоевал всего лишь серебряную награду, очевидцы говорят, он закричал Диме Билану, который сидел в это время на трибуне. Ну и кто сказал, что скрипач нам не нужен? Символ нашей олимпийской сборной был правильный. Чебурашка. Чебурахнулись по полной программе. Я бы сказал так. Вот лучше всего откатали, откатали, откатали олимпийские игры наши чиновники. И все понимают. Да, осталось выяснить сумму откатов. Знаете, вот есть такой статирик, я еще раз повторю, Задорнов. Он все время американцев называет тупыми. Несправедливо, я должен сказать. Вот можно себе представить, чтобы американские чиновники поехали на олимпийские игры, повезли спортсменов как своих рабов, причем поехали со своими женами, с любовницами, с любовниками любовниц, с любовниками любовников-любовниц. И всех их оформили. Тренерами, смазчиками санок, психологами, дизайнерами лыжных палок, имиджмейкерами швабр для керлинга. А вы вообще представляете, чтобы в какой-то стране говорили заранее, мы завоюем столько медалей. Как у пожарных план есть, так и тут планировать медали. Это принято только у нас. Почему? Объясняю. Это сразу станет всем понятно. Чем больше запланируешь медалей, тем больше из казны отсосе... Я даже не знаю, как прилично сказать. Тем больше насыпется тебе в карман из казны. И главное, оправдываться научились. Ну, не завоевали медали, говорят, ну, лыжникам помешал снег. А хоккеистам лед. И главное, простите, что я все время буду обращаться к Америке, к моей любимой стране. Но у них бы посадили всех после этого. А у нас они Сочи готовят. Представляете, в Сочи уже у наших чиновников появилось выражение, которое непереводимо ни на один язык мира. Откат со стопроцентной предоплаты. Бизнесмены западные зависают. Не понимаете, что это означает. Символ Олимпиады, вы все знаете, эмблему олимпийских игр вообще. Пять колец. Одно кольцо украли уже. Символом в Сочи 2014 года будет значок автомобиля Ауди. Сложно. Ладно. В той же Америке строятся лыжные трассы, трамплины, ледовые дворцы. В каждом дворе есть спортивные площадки. У нас в каждом дворе, в лучшем случае, грибок в песочнице. Какими спортсменами могут стать дети, выросшие под грибами? Невозможно представить себе, чтобы в Америке или в другой высокоразвитой стране на стадионах или во дворцах спорта открывались магазины, автомобильные салоны, казино. Посадят. У нас покупают спортсмена вместо того, чтобы строить площадки. Покупать африканских спортсменов сегодня дороже, чем построить детские площадки. Но невыгодно, откатов-то нет. И в результате... Я знаю, как сделать. Вот если бы хоть кто-то меня сейчас послушал. Вот особенно из тех, о ком я сейчас скажу. Я знаю, как сделать, чтобы построили и трамплины, и жёлобы для бобслея, и ледовые дворцы. Надо, чтобы Медведев и Путин занялись всеми видами спорта. Чтобы они стали на коньках кататься. С трамплина на лыжах прыгать. Но не все события печальны в нашем спорте. Впервые в «Формуле-1» участвовал, наконец-то, российский пилот. Соперники, правда, вычислили уже его слабое место. Увидев в придорожных кустах человека в сером и с радаром... Он сбрасывает скорость. О футболе, надо сказать, тоже такое... Есть одно такое обстоятельство. Произошло одно событие, которое, ну, даёт нам надежду всё-таки мечтать о том, что наш футбол поднимется. Когда они пригласили дико-адвоката старшим тренером. Ну, хотя я скептически на это смотрю. Для того, чтобы развился футбол у нас в России, нужен не адвокат, а прокурор. Известно, для того, чтобы побеждать в футболе, нужно быстро передвигаться. И сборная России ходячий тому пример. Я понимаю... Я бы предложил дико-адвокату вот, что из наших двух сборных по хоккею и по футболу, я считаю, получилась бы неплохая команда по хоккею на траве. И тогда бы было полностью оправданное наличие тренера из Голландии. Молодцы, въехали почти все. А вообще, вот для сравнения, здесь много болельщиков сегодня. Телезрители тоже много болельщиков. Американцы тоже плохо играют в футбол. Но там нет всенародной трагедии по этому поводу. Там никто в жизни не собирается из-за этого самоубийством кончать. Они что придумали? Они придумали свои виды спорта. Регби. Бейсбол. Они лучшие в мире, потому что никто в это не играет больше. И нам давно надо отказаться от футбола и развивать свои русские виды спорта. Балду. Нам равных не будет в этом. А стенка на стенку. С утра воскресная забава народная. Но недавно кто-то из чиновников предложил хороший один вариант. Чтобы уменьшить спрос со сборной России по футболу, предложил присвоить ей статус параолимпийской. Тоже мне, вот, я поражаюсь, когда люди, даже умные, попадают туда наверх, у них что-то происходит с мозгами. Тоже один из наших правителей, ну, не из самых главных, ну, так, из сырого эшелона, сказал, он, видимо, из болельщиков, и он говорит, в 18-м году, я уверен, сборная России по футболу станет чемпионом мира. С чего ты взял это? Как? Почему? У Пиле спросили, молодежь, не знаю, кто такой Пиле, это самый легендарный футболист всех времен и народов. У него спросил кто-то из российских журналистов, как вы думаете, когда российская сборная по футболу станет чемпионом мира? Пиле в лед ответил. Когда бразильцы станут чемпионом мира по хоккею. Ну, теперь обо всем понемногу. Такие блиц новости у нас. Министр Греции Папандреу заявил, что Греция находится в ситуации полностью соответствующей его фамилии. Барак Обама получил Нобелевскую премию. Вообще он молодец. Вот шоумен замечательный, да? Говорит так красиво. Это единственный случай в мире, когда дали Нобелевскую премию за обещание. Ничего не сделал, премию получил. Гениальный. Нет, был еще один человек, вот я ошибся, который получил Нобелевскую премию за обещание, это Горбачев. Но Советский Союз развалился после этого. Будем считать это хорошей традицией. Хотя, я считаю, чести и низкий поклон Бараку Обаме за все, что он делает, предлагает, потому что наконец-то началось с Америкой у России Барака сочетание. Совет Европы недавно, может быть, не все знают, расскажу. Совет Европы рекомендовал в Европе всем народам отказаться от использования слов «мать» и «отец». Это унижает секс меньшинства. Ну, что вам сказать? В общем, нет худа без добра. Зато знаменитое русское ругательство будет звучать теперь благороднее. Твою родитель. Еще одна новость, о которой, казалось, не все знают. Многие... Центральный банк несколько месяцев назад предложил изъять из денежного оборота в Россию пятикопеечные монеты. Многие губернаторы выразили обеспокоенность. Чем им теперь платить зарплату врачам и учителям? Печать в Москве вышла самая полная энциклопедия кавказских и среднеазиатских имен. Книга составлена по результатам переписи населения в Москве. Ну, конечно, мало кто знает, что во многих квартирах перепись населения плавно переросла в опись имущества. А вообще, когда подвели итоги переписи населения, о которой вы все знаете, стало ясно одно. Победила партия «Единая Россия». Еще знаковое событие. Автоваз, так неправильно говорить, ВАЗ поднял на 6 тысяч рублей цену на Ладу Калину. Объяснил это повышением спроса на машину. Даже шутить не надо. Вот просто зачитывай новости и все. Нет, я прокомментирую. Руководство ВАЗа заявило, я слышал сам, интерес к Ладе Калине вырос. Мне так хотелось им сказать, не надо путать интерес и любопытство. Зарубежные автодизайнеры вообще в недоумении, как может подорожать на 200 долларов машина, которая выглядит на 150. Ну, Путин ездил на ней. Так вся страна отреагировала на это примерно. Кроме Эммо. Чтобы не отставать от Путина, Лукашенко вспахал 10 гектаров на тракторе Беларусь. А Янукович в Запорожец не уместился. А вообще, после поездки из Хабаровска в Читу, Путин заявил, что это путешествие показало, что Лада Калина способна на все. Да, он так и сказал. Поездка Хабаровска в Читу – это все, на что способна Лада Калина. Теперь перейдем к новостям шоу-бизнеса, к тем событиям, которые происходили в шоу-бизнесе в 2010 году. Ну, прежде всего, фестиваль «Новая волна» проходил в Юрмале, я в это время там находился. Произошла, кстати, техническая накладка. В один из вечеров сотни зрителей увидели, как на сцену вышел охранник в черных очках и начал молча извиваться в конвульсиях. Однако вскоре выяснилось, что это Григорию Лепсу забыли включить микрофон. А знаете, главное событие музыкального фестиваля «Новая волна», главное музыкальное событие – приехал Абрамович. Это потрясающе. Молодые исполнители, ни журналисты совершенно не интересуются молодежью, новыми именами, талантами, нет. Все газеты пишут, приедет Абрамович, Абрамович приедет. Один журналист написал, он хочет что-то купить в Латвии. Один потом опубликал, он хочет купить Латвию, написал. Но оказалось, что нет, как-то соотношение цены и качества не устроило в Латвии. И люди вышли встречать его яхту. Мне все время хотелось им сказать, друзья мои, вы вообще понимаете, что вы делаете? Почему такая любовь к олигархам проснулась у простого Люда? Олигархи – богатые люди, по закону Ломоносова. Если где-то прибавилось, у других убавилось, между прочим. И Абрамович приехал, такая улыбка стесняющегося человека. Могу, и чего ж меня любите, что я вас обокрыл? Встречать его как героя. А знаете, мне его жалко. Мне вообще олигархов жалко. Вы видели лица олигархов? Они же не улыбаются никогда. Я видел, как некоторые из них улыбаются. Ой, лучше бы не улыбались. Им тяжело жить, такой груз, денег. Что с ними делать? Это яхта у него, бедолага. Это яхта, что-то у него испортилось. Чуть ли не 100 миллионов на починку. Он поставил в Германии чинить яхту. Это мне рассказывали, я не знаю точно это или нет. Я не знаком с Романом Абрамовичем. А он поставил немцев, потому что немцы очень хорошо все ремонтируют. Но это оказались казахские немцы. Короче, приехал печальный человек. На волну даже не сходил на эту, на новую. Уехал сразу, потому что говорят опять по слухам, что он очень расстроился. Потерял колпачок от флешки. Ну, в Латвии нашли этот колпачок. Потом уже и бюджет Латвии увеличился на 15% где-то. Но меня другое поражает. Все живут одним. Приедет Абрамович. Я говорю, у вас что, нет других мыслей? И Собчак Ксения вышла на сцену представлять, ну, пригласить надо было ей посла России в Латвии. Звать его Александр Альбертович. Она говорит, прошу вас подняться на сцену, Александр Абрамович. И он дипломат, аккуратно говорит, вообще-то я Александр Альбертович поправил ее. И Собчак решил исправить свою ошибку. Лучше бы она этого не делала. Она говорит, извините, пожалуйста, просто мы все ждем Абрамовича. Один человек только вообще в Латвии доставил мне истинное удовольствие. Знаете кто? Жириновский. Вот какой он молодец. Его не пускали в Латвию 20 лет. Приехал так, что удивлены были даже власти Латвии. Гений. Он гений, гений. Ему не давали визу, потому что он всегда говорил про Латвию то, что думает. Жириновский вообще, когда ему не проплачивают из Кремля, говорит правду. И он все время, много лет говорил, такой страны нет. Нет. А ему визу и не давали. Раз нет страны, то и нечего визу давать. Но он всех сделал. Всех. Он вошел в какую-то комиссию при НАТО. Россия-НАТО. И он оформил себе визу через НАТО. Вот так. И появился в Латвии. А латыши что могут сделать? Для латышей НАТО значит НАТО. Но НАТОвцы прокляли тот момент, когда они оформили визу этому пацану. Они же не знали, что это за перец такой. Они же... Ну политик и политик. Они не знают, какие у нас есть политики. Потому что в первый же день Жириновский назначил пресс-конференцию именно в то время, когда была назначена пресс-конференция у НАТОвцев. Знаете, сколько у НАТОвцев человек? Минус три инвалиды. Все у Жириновского. И он им все сказал. И что такой страны нет? Некоторые его выражения. И ничего не могут сделать НАТО, значит НАТО. Все. Он НАТОвец сидит. НАТОвцы тоже ничего понять не могут, кого они привезли. А в конце... Но он выдал вообще. Потешалась полстраны. Он в конце сказал фразу, которую вообще... Вот я должен сначала испросить прощение у вас, а потом процитировать его. Он журналистам говорит, а вы знаете, там такие националисты, националисты, такие журналисты, латышские политики. Он им говорит, мало того, что нет такой страны, он говорит, Латвия это российский курорт. И дальше. Сюда русские должны приезжать трахаться. Вот это была бомба от НАТО, Латвия. Спокойно, спокойно. Там потом смешное будет в конце. Ну, были и другие запомнившиеся лично мне события. На той же новой волне, например, Сергей Зверев давал интервью журналистке, обиделся на нее, надул губки, потерял равновесие. И упал лицом об землю. Некоторые новости музыки независимо от фестиваля «Новая волна». Группа «Технология» объединилась с группой «Нана». Новый коллектив называется «Нанотехнология». Ну, что еще? На телеканале СТС стартует новое телешоу с Юрием Лужковым. Слава богу, ты ушел. Леониду Агутину предложили стать официальным лицом детского питания «Агуша». В столице готовится перенос памятников Зураба Церетели под лозунгом «Москва переносила и не такое». Недавно Зураб Церетели объяснил, почему все его памятники высотой с динозавров. Оказывается, все дело в том, что монументы были изготовлены во время правления Юрия Лужкова в так называемый «Юрский период». Но недавно Зураб Церетели пообещал, что раз так не нравятся высокие памятники, он их больше делать не будет. Он будет делать памятники длинные. И тут же предложил проект монументов в честь нового мэра. Собянин поражает копьем пятикилометровую автопробку. Памятник будет изготовлен в натуральную величину. Ну, знаете, мне во всей этой истории правда жалко Церетели. Вот он вообще очень добрый человек. Он человек очень щедрый. Любит ли друзей собирать? Всегда поляну накрывает. Всегда за всех платит. Он действительно считал всю жизнь, что он гений. Но ему все друзья, он друг Лужкова, ему все это говорили. Вы представляете, в пять минут по команде ФАС из Кремля его опустили ниже Плинтуса. Все те, кто говорили комплименты. Но он добрый человек, и он не заслужил этого. Он вообще здесь ни при чем. Ну, да, я... Два человека говорили всегда правду, то, что про него думают. Это Задорнов и Жириновский. Жириновский всегда говорил, и 15 лет назад, Лужкова надо посадить. Сейчас он только эту формулировку уточнил. Он недавно сказал, надо посадить с женой. Но проявил снисхождение. Он сказал, посадить в разные камеры. Иначе она его будет бить по утрам, сказал Жириновский. Но действительно, я еще в 95-м году рассказывал зрителям, думал, что хоть как-то это поможет тому, чтобы не обезвкусивалась Москва. Ну, слушайте, вот победа Ника на горе, на Поклонной. Это победа Ника, вот эта скульптура. Она хороша была в мастерской у Церетели. Вот стоишь напротив нее, какая Ника прекрасная. Но когда он ее поднял туда, это вообще, это взбесившееся насекомое какое-то. А Георгий Победоносец? Ну, я понимаю, ну что же мы его-то будем винить? Ну, не видел Церетели, как Георгий Победоносец закалывает копьем змея. Ну, не видел, он видел, как режут колбасу. У него этот змей на куски порезан. Ну, точняк, докторская колбаса в нашем общежитии студенческом. Петр, Петр, вы знаете, одет. Ну, не знает он, как одевались в то время. Ну, не знает он этого ничего. Он вообще лепил Колумба. Поэтому Петр одел не в наши одежды. Не в одежды того времени, когда жил Петр. Потому что это был Колумб. Но он привез его американцам. Американцы, когда увидели, они сделали так. Не мог, сказали они, такой урод открыть нашу Америку. А Лужков сказал, симпатичный, сказал Лужков. Это называется растральная колонна. Это для молодых, кто этого не знает. Что такое растральная колонна? Если на растральной колонне находится какой-то герой снизу, должны быть носы кораблей, которые, кораблей, которые он разгромил. Так вот, чтобы вы знали. Это носы кораблей Черноморского российского флота. Церетей сделал. То есть Петр разгромил Черноморский флот, согласно этому. Или это заказ Украины тайный был. Вот это может быть. Ну, а ноги вы Петра видели? Это же задние ноги первого варианта коня Жукова. Ну, он так видит жизнь. Ну, ставила это. Мэрия все. Ну, и, конечно, рекорд рекордов. Это просто... Это Перл Перлов. Это фонтан на Манежной площади. Кони. Это я изобразить должен. Я, конечно, не актер. Но вот вы видели эти кони? Вот так вот. Смотрите, артист, да? А сзади фонтан. Вот здесь вот. Это самое большое конское беде в мире. Вот я считаю, вот когда идет разговор о переносе памятников, церетели грузин. Надо в Грузию перенести памятник. И Петра поставить под огном у Саакашвили прямо. Чтоб с утра смотрел и не забывался. Хотя он столько галстуков съест, глядя на этого Петра. А можно оставить и в Москве. Потому что если когда-нибудь Годзилла захочет напасть на Москву и увидит Петра, она теканет от этого. Ну и еще, в заключение этой темы, уезжая из Москвы, Арнольд Шварценеггер лично выделил 100 тысяч долларов Зурабу Цередели, чтоб скульптор даже не помышлял. О строительстве памятника в его честь. Продолжим новости шоу-бизнеса. Филипп Киркоров вступил в партию «Единая Россия» и теперь требует, чтобы его называли уважительно. Филипп Ядросович. Ну, Филипп Киркоров, ладно, в «Единую Россию», но мне понравилось другое. Я не знаю, может быть, вы знаете, в партию «Единой России» вступил Боря Моисеев. Единственный сказал честно, я вступил в партию, чтоб меня никто не трогал. Я ему тут же позвонил, говорю, Боря, первый раз слышу, что ты хочешь, чтобы тебя не трогали. Он так говорит, спасибо за добрые слова. Я ему говорю, да Боря, я тебе скажу, Боря, ты единственный порядочный, ты честно скажешь. Он чуть не просветился, говорит, меня вообще никто порядочным не называл никогда. Я говорю, а как я могу еще тебе говорить, если представляешь, как ты поднял имидж партии «Единая Россия», лицо которой Грызлов, а член партии Моисеев. Еще интересное очень событие было за последний год. Фильм «Аватар». Вообще, когда «Аватар» появился, на экране, я, наверное, посмотрел его одним из первых. И я на блоге, в живом журнале написал, смотрите, радостней жить будет, хоть несколько дней после этого фильма. Почему? Ну, потому что у нас вышли фильм «Царь», «Бумажный солдат», которые поганили наше прошлое, причем не очень честно это было, и много исторических ошибок. Я понимаю, что фильм художный, но американцы, американцы, они хоть и тупые, но они не позволят себе снять фильм, который позорил бы их космонавта или президента. А нам это, вот, пожалуйста, только хлебом не корми, дай испоганить собственное прошлое. «Аватар», смотрите, какие америкосы молодцы, они вычислили, что добро побеждает бабло. Это антиамериканский фильм практически. И они собрали столько бабла на этом фильме. Мне письмо приходит через где-то две недели после того, как я свое мнение опубликовал на блоге живого журнала. Пишет молодой человек, «Михаил Николаевич, я прочитал ваш совет, сходил на фильм «Аватар», понял, вы настоящий бабник». Нормально. «При чем тут это?» Он, он говорит, он мне пишет, «У меня с одной девушкой пять месяцев ничего не было, хотя мы встречались. Я повел ее по вашему совету на фильм «Аватар». Она так расчувствовала, плакала, я проводил ее до дома, она все еще плакала. Я спросил, может подняться к тебе? Она сказала, поднимись. И плакала. А я спросил, может у тебя остаться, пока ты плачешь? Она плакала до утра. Он говорит, «И у нас случилось?» «Спасибо за совет». Я ему это не советовал никогда. И дальше, «Я пять девушек сводил на «Аватар». Со всеми получилось!» То есть фильм к любви призывает практически. Через две недели после этого письма приходит следующий. «Михаил Николаевич, у меня вопрос как от бабника к бабнику. Он уже фамильярничает со мной. Скажите, пожалуйста, мне две девушки надоели. Что мне с ними делать?» Я говорю, я ему написал сразу, «Своди на фильм «Царь». Они тебя до конца дней твоих видеть не смогут после этого». Ну, что еще было интересного? Да, конечно, лето было богато событиями. Вы это все прекрасно помните. Ну, например, в Санкт-Петербурге отключилась на долгий электричество. Его жители уже в первые 30 минут своей устной речью доказали, что их город больше не является культурной столицей России. Летом разразилась эта очень обидная информационная война между Россией и Белоруссией. В отместку за то, что белорусское телевидение показало интервью с Михаилом Саакашвили, Дмитрий Медведев нашел на сайте одноклассники ферму Александра Лукашенко и подбросил ему на картофельное поле колорадских жуков. Конечно, все мы запомнили мирового значения события. Это и то, что произошло с исландским вулканом. Сейчас, губы размять надо. Должен довести до ваших сведений, что исландский вулкан, все спрашивают, почему это случилось, вот объясняю. исландский вулкан, эйяфьятлилайо кудль. О, уже заслужил аплодисменты. Сейчас, сейчас, сейчас. Эйяфьятлилайо кудль, на бис повторяю, проснулся, проснулся для того, чтобы мстить людям за то, что его так назвали. Вообще, я легко произношу эйяфьятлилайо кудль, потому что до этого события я как раз был в Мексике и ночевал у подножья мексиканского вулкана Попокотепитель. Ну, вообще, чтобы вы знали, эйяфьятлилайо кудль рядкостная падаль. Мое мнение, это очень, вот, это очень объяснимо, что случилось. Человечество, часть природы, но оно забывает об этом и пытается победить природу. Невозможно, часть не может победить целое. Часть может победить целое, если это онкологи, если это опухоль онкологическое. Когда человечество становится онкологией для Земли, Земля немножко напоминает о себе. Европа, Европа просто зазналась. Ученые кричат, мы все можем, мы можем клонировать людей, мы можем забудить коллайдер, мы влияем на погоду. Где, что вы можете? Когда случилось в Индонезии, цунами погибли и европейцы, и американцы, а индонезийское племя, ни одно, ни один человек не погиб. Почему? Ушли в горы до цунами за день. Их спрашивают, журналисты откуда вы знаете? Они говорят, цапли качались тревожно. Сегодня не могут предсказать точно погоду, ученые. Возьмите алтайскую бабку, привезите на метеорологический центр, и у вас будет правильно предсказана погода. Иногда Земля-матушка ставит людей на место. Вы такие умные в Европе один вулкан плюнул, один. Вся Европа в пепельницу. Самолеты, рейсы, самолетные отменены. Не расти, все в ужасе, не в ужасе, только российские ребята. Мужья на курортах в Испании вообще обрадовались. Женам смски пишут, не можем вернуться. Эй, фиатлилайо кудль мешает. Больше всех радовались таксисты в Шереметьево. Они вообще выбросили таблички довезем в любой город мира. Вы пробовали на такси от Шереметьево в Ванкувер ездить когда-нибудь? Природа все время будет напоминать людям о том, что мы часть этой природы. Вон, американцы, та же самая история. Гонялись за нефтью много лет. Нефть сама к ним пришла. Количество темнокожего населения увеличилось. Такая же история с нашими пожарами. Почему они случились? Что за напасть? Какая напасть? 70 тысяч лесников было уволено в России за последние годы. 70 тысяч. Просеки противопожарные в лесах не вырубались. Болото осушили, чтобы продать участки нашим полу и мини-олигархам. Наконец, противопожарное оборудование разворовано. Сухостой никто не убил. Сухостой это порох для леса. А болото оберег леса. Вот естественно, что это произошло. А сейчас говорят, надо восстановить болото. Вот это мне хочется посмотреть. Там стоят коттеджи бизнесменов. Вот мне... Я поеду смотреть, когда это будет происходить. Как они будут топить в болоте эти коттеджи все. Ну, некоторые считают, что причины другие, что жару подстроил в России Никита Михалков, как пиар-компанию своего фильма «Утомленные солнцем 2». Некоторые считают, что торфяники в Подмосковье поджигала аптечная мафия. После свиного гриппа остались нераспроданными партией марлевых повязок. Медведев пожертвовал 350 тысяч в фонд пострадавшим от пожаров. Больше всего этой заначки удивилась его жена. Тоже он меня порадовал. Вызвал главного госпромовца. Главного госпромовца. Знаете, такой человек, который никогда не улыбается. у него такой кисляк на лице всегда, как будто только что с самого волосатого места оторвали пластырь у него. Ну, точняк, он всегда смурняк такой. Серьезно, он все время думает о газе. Так и видно, газ распирает голову. Медведев ему говорит, что вы можете подарить тем, кто пострадал от пожаров, лишился жилища. Тот говорит, мы уже придумали. А, тебя еще не спрашивали? А ты уже... Он такое выдал. Вы же знаете, что русские люди, когда смотрят телевизор, едят, как правило. Пол страны подавилось в этот момент. Когда он сказал, мы решили всем, всем, у кого, кто лишился домов, подарить по спутниковой телевизионной тарелке. Слушайте, откуда у них что берется? С какого дуба на какой желуденый пал перед этим? У людей дома, дома люди лишились вот в поле с тарелкой на голову можно надеть вот так вот. Можно пинке сидеть, стряхивать пепел. Зима придет, можно покататься с горки на эту тарелку. Она такой широкий диапазон использования этой тарелки. Ой, когда в России горят леса не до смеха? До смеха будет, когда загорятся посевы конопли в Казахстане. А вообще, наши новости мне напоминают, знаете что? Такой сериал бесконечный с двумя главными героями. Но вот президент наш, он правда умиляет. Вы знаете, я его очень люблю смотреть, особенно, когда он в путешествиях. Кто-то поехал в один город, корову доить взялся. Пальцами для клавиатуры предназначенные. Корова, бедная корова, ее какой-то оператор глаза ее показал. У этой коровы началась базедовая болезнь. Сразу, как он доить, она... А ее же чиновники сказали, чтоб молоко было у нее. Они к корове пришли и сказали, чтоб у тебя молоко было. Корову два дня не доили. Представляете, как ее распирает. Она взорвалась просто, когда ее доить начали. Но все-таки интереснее он провел время в Америке. Вот тут я смотрел, действительно, не отрываясь. Как интереснейший сериал. Он такой счастливый был. Ему айфон подарили. Четвертого поколения. Такой счастливый. Айфон подарили. Терминатор. Рядом. Обама в Макдональдсе покормил. Ну, счастье. Кстати, когда Медведев получил подарок айфон четвертого поколения, тут же начали собираться в Америку Лукашенко, Назарбаев со всей семьей. Вообще, Шварценеггер, вы знаете, и Медведев подружились. Когда Шварценеггер уезжал из Москвы, он произнес свою корону I'll be back. На что Дмитрий Медведев поведал ему о русской примете. Чтобы вернуться, нужно бросить в ближайший водоем свою кредитную карточку. Ой, ну когда еще тоже, тоже знаковое событие. Наш президент вдруг, вот откуда у него, как бы, с чего, утром у него это появляется, или вечером. Надо сократить часовые пояса в России. Вот это главное. Вот без этого мы жить не можем просто. Но в Владивостоке обрадовались. Сказали, наконец-то мы до Москвы долетим за 4 часа. Сколково. Я не могу пройти мимо этой темы. Еще, еще Сколково нам не хватало. Я понимаю, что после того, как сделают Сколково, останутся осколки бюджета нашего. Но главное, зачем? Кому это надо? Ему умные люди советуют. Мол, может не надо, специалистов не найдем. Возьмем иностранных, сказал президент. Каких? У нас зарплаты нет. Будем. Точные его слова. Надо заинтересовывать иностранных ученых нематериальными льготами. Вот это сука. Представляете, разговор с американским ученым. приезжайте к нам работать. А зарплата? Да нет, вообще не. Зачем вам? А как? У вас будут нематериальные льготы. Это как? Ну, на красный свет дорогу будете переходить. В Сочи заплывать за буйки мы вам удостоверение дадим. Выходить из самолета не дождавшись трапа сержан спокойно будет. А еще интересно было следить, как наш президент был в Омске. Ведь нигде в мире такой показухи нет. Не может быть, чтобы в мире где-то губернатор выстроил дорогу из аэропорта в город к приезду президента. Ну, тут началось такое. Вот Омск просто показатель. Во-первых, улица, по которой повезут Медведева решили ее покрасить. И сказали таджикам и молдаванам сказали фасады покрасить. Вы кому это слово сказали? Те спросили, что это такое? Сказали перед дома. Они закрасили вместе с окнами. Сняли афиши детского спектакля в городе. Решили, что я бы уволил тех, кто решил, что это оскорбит нашего президента. Спектакль назывался «Мы ждем тебя, веселый незнайка». Слушайте, а как пришло нашей власти в голову, чтобы улучшить работу милиции и переименовать ее в полицию? Вы представляете, чтобы Обама сказал «Мы полицию переименуем в милицию?» Я сколько раз говорил «милиция» замечательное русское слово. Милые лица. А полиция поганые лица. Народ хохочет, потому что ему вообще по барабану. Милиция, полиция, мусора и есть мусора. Я понимаю только одно, что на окрик за дверью «откройте полицию!» Будут открывать чисто из любопытства. Ой, ну вы хохочете. Но самое интересное, когда наш президент говорит «Войну коррупции!» Но главное другое интересно. Вообще мне интересно, что из этого появится на экране из того, что я сейчас говорю. Но интересно картинка другая замечательная. Он очень искренний человек, я повторяю. Он не понимает, в какой стране он работает сейчас. Он собирает членов партии «Единая Россия». И им говорит, надо бороться с коррупцией. Даже объяснять не надо. Так хочется спросить, вы понимаете, кому вы это говорите? Они сидят и как в советские времена записывают за ним. Потому что бывших бультерьеров не бывает. Они всегда ручками за 2000 долларов, в костюмах за 5000 долларов и в часах за 50 тысяч долларов они записывают. Как вы догадались, бороться с коррупцией? А он воодушевляется, искренне реагирует, говорит, немедленно, конечно, немедленно. Вот сейчас отсюда выйдем и будем бороться сами с собой. Политический анонизм у нас будет такой. Неужели они не видят, что этот позор перед народом, когда говорят снять мигалки, а их еще больше этих мигалок ставят. Знаете, как в народе называют мигалки, машины с мигалками? Мигалки называют синей ведерочкой. Так вот, о мигалках писала еще Агния Барто в детском стихотворении. Синя ведерочка на встречной полосе. Кто не знает Вовочку, Вову знают все. Вообще все события затмило одно снятие Лужкова. Вот это тоже никто понять не может, чего сняли, почему сняли. Потерял доверие. Дело в том, что президент его увольнял в Твиттере. О, грамотный зал какой. А в Твиттере определенное количество знаков, и надо было так сформулировать, чтобы уместилось. А по России не знают, что такое Твиттер. И спрашивают, Никитична, что Лужкова уволили? Она говорит, доверенность потерял. Доверенность на что, Фролна? На воровство, Никитична. у него закончилась доверенность на воровство. Появились новые выражения в Москве. Прокипарил. Сбатырил. Бутырку. Батурку будут переименовывать. А вообще Лужков вел себя, конечно, достойно. Потому что за его снятие были геи в первую очередь. И он сразу, как его сняли, сказал, все, кто радуется тому, что меня сняли, сами знаете, кто, сказал он. На его место пришел новый мэр и у Сергея Собянина появилось новое развлечение. Без предупреждения нагрянуть с проверкой какому-нибудь министру, щелкнуть его пальцами по поворотку и сказать, Собяночка за испуг. Ну, а геи Москвы, конечно, были рады, они провели парад, все-таки, наконец-то, гей-парад под лозунгом «Очко в нашу пользу». Ну, конечно, не все знают, что Юрий Лужков настоял на прощальной встрече с президентом, его допустили, он вошел в кабинет и сказал всего одно слово «Жаль» и выпустил пчел. Ну, а из последних событий недавно президент заявил, что на выборах следующих президентов в 2012 году возможно участие кого-то третьего. ФСБ уже ведет работу по обнаружению и обезвреживанию этого человека. А вообще, конечно, они разные. У Путина собака, у медведя, у кот, причем, смотрите, ему дарят собак, и вот министр Болгарии подарил ему собаку недавно, сейчас в интернете такая интересная очень, на многих форумах обсуждают, как эту собаку назвать у Путина. Кто-то очень хорошо предложил пёс-ядрос назвать, значит, у Путина собаку, у Медведева кот, но недавно Медведев расстался с котом, потому что тот метил на его место. И в заключение Путин заявил недавно, что он не определился, будет Медведев баллотироваться на следующий срок или нет. Я хочу представить вам работу молодого автора. Живет он в городе Риге. Я тоже из Риги. Мне жалко, что он не переезжает в Москву, потому что я считаю, что он очень талантливый человек. Если бы он переехал в Москву, он бы стал скоро задорным. А в Риге стать задорным тяжеловато несколько сегодня. Там такой энергии, как у нас в России, нет. Но этот молодой человек много читает, интересуется новостями и в музыке, и в театре. Он образованный. И он сделал новую такую киноработу. Мне она самому нравится. Он попытался проанализировать события, которые особенно ему запомнились за прошлый год. Работа совсем новая. Если вам не понравится, я его даже не позову на сцену. Если понравится, я приглашу поклониться. Добрый вечер. В эфире Задар Новости. С вами Гарри Польский. Сегодня в выпуске. Военно-воздушные силы Молдавии. Правда или лифт? В Швейцарии вновь запущен большой адронный коллайдер. До чего доводят нервные стрессы. Юрий Лужков начал курить. Курить. В Москве демонтируют памятники Зураба Церетели. И депортируют их в Грузию. В России прошел первый успешный эксперимент по клонированию человека. Президент Ирана Махмуд Ахмади Нижак лично испытал первую в стране ядерную ракету. На очередной слет байкеров Владимир Путин отправился вместе с Дмитрием Медведевым. Глава Роснано Анатолий Чубайс приступил к разработке нанотехнологий в области оружия. Специально к визиту Владимира Путина в Сочи многие олимпийские объекты были сданы досрочно. Чем занимаются российские моряки в плену сомалийских пиратов? Сергей Собянин придумал оригинальный способ ликвидации автомобильных пробок в Москве. А теперь об этих и других новостях подробней. В России закончился осенний призыв в армию. По сравнению с прошлым годом в три раза увеличилось количество призывников в Приморском крае. У знаменитого осьминога Пауля появился последователь моллюск-предсказатель из Эстонии. В настоящий момент Паулин предсказывает результат матча Россия-Эстония 2003 года. С небывалым размахом прошли в Москве проводы Юрия Михайловича Лужкова. В мост бортура становится хвудура Вот и кончилось время чудес До свидания наш ласковый Юра Возвращайся в свой химпинский лес Во время визита в Москву Арнольд Шварценеггер получил памятный подарок от Владимира Путина личную вещь из его гардероба Далее выпуски новости шоу-бизнеса В связи с кризисом Сергей Зверев вспомнил свою первую профессию Деревня Грязь заканчивается строительство замка Максима Галкина Какой сувенир приобрела в Москве Анжелина Джоли В чем ходит по дому жена Юрия Куклачева Леди Гага выложила в интернете свою самую первую песню Печальная новость для поклонников сериала Доктор Хаус Актер Хью Лори заболел желтухой В Голливуде экранизировали русскую народную сказку Колобок Приятная новость для водителей В Тольятти начали производить автосигнализации имитирующие голос человека Вар 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 У ворюга У ворюга Лови 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 Не ори Не ори Дай спать Дай спать Не заткни Что Что Гад 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 Вали Вали Может быть хватит уже Все спим Все спим Недавно в России провели социологический опрос на тему как вы относитесь к отечественному автопрому мнения россиян по этому вопросу разделились и так российские автомобили глазами Владимира Путина Отечественные автомобили глазами обычных россиян. А какие автомобильные вкусы у российской интеллигенции? Спросим у Анатолия Вассермана. Вы ко мне? Здравствуйте, Анатолий. Не желаете приобрести автомобили «Лада»? Не, не возьму. Вы не сочувствуете российскому автопрому? Сочувствую. Так в чём же дело? Не хочу. Интересуемся мнением звёзд шоу-бизнеса. Например, Тимоти. Здравствуй, Тимоти. Скажи, Тимоти, ты бы променял свой паршивенький «Порш» на автомобиль «Лада Калина»? Спасибо, Тимоти. Обратимся к императору зла. Скажите, вы бы купили автомобиль «Лада Калина»? Да, я забыл вам сказать. Это был главный конструктор автомобиля «Лада Калина». Недавно президенту России Дмитрию Анатоличу Медведеву продемонстрировали первый российский смартфон. Выпустим новый телефон. Вот такой. Будет два экрана. Ну, это пока прототип. Это именно абсолютно наш продукт. Это наш продукт. Посмотри, здесь бренд. Вот это просто. Да, да, да. Это наш продукт. У нас продукт под йоту. Под йоту. И напоследок ещё одна задар новость. По мнению психологов, советские агитационные плакаты оказывали бы гораздо больше воздействия на психику человека, если бы были с музыкальным сопровождением. Итак, представьте. Старые плакаты с поясняющим звукорядом. Савоинскую доблесть и успехи отряд был награждён кластинкой у пьехи. А-а-а! Вам при берете вот такой ширины? Нет. Мне ничего не надо От тебя От меня Мой тяжкий крест, дурокство, вечная печаль Черный пунь, черный пунь, черный пунь, нет, нам очень нравится Я хотел приехать к городу на белом конец Давай пойдём с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя, где не оставился вдвоём Если бы не давать тебя Я слышу, зачем тогда мне жить О, нет, а, вы заготеньки мне дырит И не важно, что скажет мама Моя любовь, Марак Обама Моя любовь, Марак Обама Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, чтоб тебя грузи? Натуральный городик, на всю страну, в которой ловит тыщи. Ты моя звезда, мы будем вместе навсегда. А додонных новостей на сегодня больше нет. Гарри Польский, город Рига. Гарри, еще раз на поклон. После того, что ты показал, тебя вообще никто не увидит больше никогда. Пускай запомнят этого талантливого молодого человека. Я хочу сейчас на сцену пригласить молодого человека. Вообще, он немец. Он живет в Германии, прилетел позавчера из Берлина. Многие, кто ходят на мои концерты, его уже знают. Более того, когда я расположил у себя на сайте записи его песен, у меня за один только первый месяц было 200 тысяч скачиваний без всякой рекламы. Я с ним познакомился на фестивале «Новая волна» несколько лет назад. Он приехал из Германии, но выступал за Испанию, потому что в Испании довольно долго жил. И он там начал в Риге учить русский язык, думая, что это латышский. Я ему говорю, вообще-то это русский сказал. И мне очень понравилось, как он выступал. Он получил приз самой главной – симпатии зрителей. И мне тоже очень понравилось, как он играет на рояле, потому что он закончил Берлинскую консерваторию. Замечательно играет. Я давно не слышал, чтобы кто-то играл так, как играл в свое время Раймонд Паулс. И я ему говорю, а давай на русском языке сделаем песни. Только ты мне поверь, вот Годик, верь мне, а потом посмотрим на результат. Он мне, как талантливый человек, доверился. И мы с ним сделали несколько песен. Я стал обучать его русскому языку по своей системе. Если смешать все языки, получится русский. Я на сцену приглашаю Брэндон Стеун из города Берлина. Немец. Брэндон, прошу тебя на сцену. Спасибо. Вот такой у нас гость из Германии. Мы сделали с Брэндоном несколько песен по стихам русских поэтов. Брэндон композитор. Он написал музыку на стихи Волошина, Гумилева. Замечательных русских поэтов. И я познакомил его с Евгением Евтушенко. Евгений Евтушенко, к сожалению, живет в Америке. Он России не пригодился. А там он читает лекции по русской поэзии американским студентам. Вот так это обидно. Но когда Евтушенко познакомился с Брэндоном, он дал Брэндону несколько своих стихотворений, чтобы Брэндон написал музыку. Итак, стихи Евгения Евтушенко, музыка Брэндона Стеуна. Пожалуйста. Когда зашло твое лицо Над жизнью сконканной моей Я так боюсь, я так боюсь, Как скудно все, что я имел. Но рощи, реки и моря Оно особо осветило И в краске мира посветило Непосвященного меня Я так боюсь, я так боюсь Конца нежданного восхода Конца открытий слез восторга Но с этим страхом не борюсь Но с этим страхом не борюсь Я помню этот страх И есть любовь Его лелею Хотя лелеять не умею Своей любви непрестный страж Я страхом этим взят в кольцо Мгновения эти знаю краткие И для меня исчезнут краски Когда зайдет твое лицо Я так боюсь, я так боюсь, Я так боюсь, я так боюсь Конца нежданного восхода, конца открытий, слёз восторга Но с этим страхом не борюсь Я так боюсь, я так боюсь Конца нежданного восхода, конца открытий, слёз восторга Но с этим страхом не борюсь. Тебе сказать и залу вот о чем. После того, как, Брэндон, ты несколько раз выступил и показался на телевидении, на РЕН-ТВ в моем концерте, пришло довольно много писем. Ну, какие-то похвальные, критики почти нет, но были претензии. Потому что ты пел много песен на разных языках. А я объявил, что ты из Германии, и, в общем, справедливая претензия, что ты не спел ничего на немецком языке. И многие не верят, говорят, вы подсунули русского пацана нормального из Одессы. По-немецки он вообще ничего не понимает. Давай сделаем так. Вот я знаю, какие были претензии, и мы сейчас сделаем такой концерт не по заявкам даже, ну, не по жалобам, а по претензиям. Первая претензия. Он не знает немецкого. Я тебя прошу, оправдайся. Гердтgen, это не важно, но это специальные мастерства. Шум, это же. Шум, это же. Гердтж монотерства. Они могут её, но они могут её издки, что они любят. Но они могут её издки, это смысл industri, и только для меня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну он с утра ведь на индонезийском пишет, так вечер уже на немецком Пожалуйста, из своего, пожалуйста, но на индонезийском Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Ну поскольку я вам не сказал, я вообще по-индонезийски понимаю Это песня о любви индонезийской девушки Или куку означает «Я тебя люблю» по-индонезийски То есть это как бы переводя на наш, что как влюбился, так куку Но еще говорят, что не только есть Азия, есть другие материки, Африка есть, например Ты можешь вот какой-то африканский язык, из своего Суахили? Суахили? Что он сказал? Я этот немецкий акцент не понимаю На Суахили А, Суахили Не, ну на Суахили Можно на Суахили Вообще на Суахили можешь петь, это не имеет значения Мы все равно не поймем, правду ты поешь или нет Потому что как-то Суахили не знает вообще никто Тогда давайте я припев на русском Впервые в мире человек поет на Суахили А можно я тогда припев спою на русском? Да, припев на русском, чтобы мы поняли, что ты там на Суахильничал Суахили Мала и Кауанку на Купенда С тобой Зажигаю звезды С тобой Знаю, что непросто С тобой С Африканкой Рано или поздно С тобой Всегда с тобой Только с тобой Вот с этим репертуаром Брэндон выступает перед сомалийскими пиратами Только они знают Суахили Поэтому он и выучил это на русском языке Потому что сомалийские пираты учились в Москве в Патрисе Лемумба В Институте Дружбы Народов Я, знаешь, я что-то не вовремя как-то забыл про Азию Азия все-таки большая И если не спеть на японском Мы как-то, мы унизим Азию Бонзай Да, вот С чем ты обычно у японских камикадзе выступаешь, пожалуйста Чтобы им приятнее было Так, чтобы мы поняли все по-японски Все понятно Я понял, что кто-то Харакири там сделал все-таки в песне Где Япония, там Китай Если спел на индонезийском, японском, китайском Все, перед Азией мы чисты О, Китай, Китай Вот слышите, так в Китае деньги печатают Конечно Если я не хочу, чин, чин, чя, чай Сые ярмон каиша, чин, чин, чин Если дома, чини, реально, чини, ройш-ва-лог Юанни, Юанни, прошу. Это ему бросают Юанни за эту песню. А еще многие просили тебя повторить испанскую песню, с которой ты получил приз зрительских симпатий. Все-таки ты испанцем был до того, как немцем стать. Испания. Испания. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще в мире на испанцев больше всего похожи кто? Грузины. А на грузинском. Субтитры сделал DimaTorzok Больше всего на грузин похожи. Больше всего на грузинском. 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 Немцам не советуем 9 мая ездить в Турцию. Но это наша страна, Турция сегодня. Это наш курорт. Это наша союзная республика. Нельзя уйти со сцен, не спев для русских на любимом их языке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, это каждый может, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну я тогда сказал, что я очень медленно буду петь эту песню Надо же, да И дамы вылуват трын муру А нам все равно, а нам все равно Пусть боимся мы, во, как и собой Делаясь в наш самый жуткий час Мы волшебную курим трын траву На поклон! Русские с немцем, братья на век Ой, а я тоже целого Сегодня замечательный вечер, мы классно его проводим Но пройдет несколько дней, вы на работу сходите пару раз Поторчите ВКонтакте, там, в Одноклассниках Настроение испортится Ну что, с одной стороны можно вспоминать вечер наш А с другой стороны есть одно средство Когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные Ну, например, в новогородском магазине продается коробка с пластилином На коробке написано «Набор желтого пластилина всех цветов» Тюмень, рекламный баннер, натяжные потолки Цена ниже, чем качество Город Минск Это вообще все могут заметить это Это рассыпано, как крупа по всей стране Вот эта дурь вся Аптека в Минске На окошке табличка Аптека Закрыта, ушла в аптеку Вокзал в Минске Расписание поездов Рядом табличка Расписание Пальцем не смотреть Такой партизан пришел Так раз так Прочеркнул пальцем Диджей Диджеи так захлебываются от восторга Что они сейчас в эфире Иногда совершенно не понимают Как глухари на таковище Слышал, как Джиджей выдал в эфир Удивительно, но в этом году 8 марта попадает точно на 8 число месяца Москва, Тушинский рынок На одном из прилавков табличка Рыба живая и другая На базаре два ценника на рынке Яйцо отборное 12 рублей Яйцо свежее 15 рублей Подмосковье Такое огороженное Такое пространство У ворот объявления Корма для животных В скобках Цемент, рубероид, битум Киев В меню Борщ называется Хохлушкины страдания Сибирь, пельмени Тещины, дульки Дульки такие Магазин полотенец Моя махрушка Мороженое Печенье называется ОРЗ Печенье называется Мухомор праздничный Печенье сахарное Называется глюки На Кутузском проспекте Мебельный салон Варфоломеевская ночь Магазин детских игрушек Ценник На ценнике написано Телка в юбке Это уже нервный смех Все готовы С приехалом Магазин называется Милосердие Снизу Пиво Вино В баре Название коктейлей Всегда читайте Потрясающе Вот фантазия У русских людей Коктейль называется Скорая не успела То есть Вступает О Под серпухом Магазин Ну у кого еще Может народ жить Хорошо Если у него такой магазин Так называется Мясо-лыжи Я даже комментировать Это отказываюсь Пряники Называются Забава с дыркой У вас сейчас истерика начнется Потому что Вы вот это все представляете Салат называется Говорун с яйцами на горошине Магазин интимных товаров Штучки-дрючки Есть такие резиновые шары Попрыгунчики Ценник Написаны Игрушка Поп А на следующей строчке Рыгун На Украине Корм для курей Продается Называется Курочка Не сучка Автобус Город Химки Инструкция О действиях водителя В случае Террористических актов В автобусе Вблизи района Вооруженное столкновение Немедленно остановиться Высадить пассажиров И удалиться В безопасном направлении Гениальная страна Гениальная Москва Магазин шуб На дверях Ребенок Заводи маму К нам за шубой Получишь Чупа-чупс В скобках Две мамы Два Чупа-чупса Кованые ворота Огромные Такие Железные В центре Москвы Надпись на них Машины У ворот Не ставить Во дворе Злые Как собаки Зоомагазин Это только русским Нужно объявление Сунуть палец В клетку К попугаю Сто рублей Зачем тебе Совать палец В клетку К попугаю А в зоопарке Это только у нас Могут написать Запрещается Предлагать Шимпанзе Сигареты И дальше А также Плевать Шимпанзе Комсомоль Снамури Объявление в газете Требуется Качегар Это начало Объявления Казалось бы Все понятно Да Нет Нашего человека Распирает Он должен Все написать Требуется Качегар Для работы Качегаром В кочегарке То есть Не ухо-горло-носом В кабинете Гинеколога Не Я задавал себе Тоже Такой вопрос Почему мы Так глупо Дурно Забавно Весело И уродливо Живем Я получил ответ Когда мне Подали Подарили Книжку Одну В этой книжке Рассказывается О том Родиной Какого овоща Какая страна является Я читал Я закомплексовал Помидор Южная Америка Огурец Индия Китай Укроп И то Какая-то Азия Везде Все А Россия И вдруг читаю Хрен И написано Родина Хрена Советский Союз Я понял Мы Родина Хрена Понимаете Это Хоть Концерт Называй Родина Хрена С Новым Годом Москва Объявление В лифте Видимо Какой-то В прошлом Писатель Стал Лифтером Его Тоже Переполняет Желание быть Литературным Есть Объявление В лифте Если вы хотите Уехать На лифте Вниз Нажмите Кнопку Вверх Ну у нас Все наоборот И соответственно Наоборот Дальше Он Он Продолжает Согласен Что это Нелогично И дальше Долго Объясняет Что и как Работает Вот тоже Замечательно В лифте Объявление Уважаемые Пассажиры Лифта Нашего Подъезда А Какое Обращение Что в лифт Во время Подъема Не гремел Скапливайтесь В его Правом Углу Это еще В какой Стране А лифт Полтора Квадратных Метра Вы Вы представляете Скопиться Там Ну что Мне нравится Наши люди Вот Они 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 Недовольны Часто своей Работой А внутри Они очень Творческие Способные Им куда-то Надо деть Это Они любят Заниматься Приписками Вот например На Сахалине Я видел Приписку Там Депутат Один Избирался И он Повесил Свои Билборды Ну Свои фотографии Развесил И внизу Под фотографиями Был его слоган Нам в России Жить хорошо А кто-то Приписал А нам Если вы Вглядитесь Наши умудряются Даже за границей Приписывать И не ленятся Они берут Фломастер И смотрят Чтобы никто не видел Там же посадить За это могут В Лондоне Аэропорт Хитров Табличка No smoking Вроде нормально Внизу По-русски Подпись В это Вулкан Скажите Наш народ Вообще Гениален Просто Он В никуда Гениален А вот Это Вот Это надо Даже собраться Перед тем Как читать Уссурийский край Заповедник Перед ходом Заповедник Естественно Предупреждение Ну коряво Написано Как все Что пишут Наши чиновники Запрещается Рожи Костров Выгул Собак Отлов И отстрел Дичи Ну коряво Какой-то интеллигент Видимо подошел Прочитал Думает Ну как так Ну не могу Взвынул Фломастер И приписал А так же Выпас Выгул Скота И выполз Змей И довольный Ушел Видимо за ним Вскоре пришел Другой интеллигент Думает А я че хуже Вынул Форум Начался На этой И пишет Выпрос Свиней Выжереб Коней Выкопал Лошадей Вылу Птиц Из яиц И Выхухол Выхухолей И там Одна за другой Подписи Кто-то Пришел Думает О И я могу Выкур Курей И выпрыг Кенгурей Абгат Ромашек Абдир Ягод Выхлоп Газа Вынос Тело Выкидыш Мусора Выродок Людей Кто-то Приписал Выпендр Фраеров Выстрел Аврор Уссурийском Крае Вот И внизу Крупно Высморк Насморка Согласитесь Народ Способный Этот народ Никто не Оцифрует Никогда Почему Умом Россию Не понять А потому Что ее Понять Можно Только Душой Вот Сидят Муж И жена Рядом Со мной На пляже В Крыму Она Улыбается Он говорит Че ты Все время Улыбаешься Он говорит Я устал За женщинами Вообще Надо наблюдать Они Не то что Не понимают Что говорят Но они От сердца Говорят Только Русская Женщина Может Прийти в магазин И спросить У продавщины Скажите У вас Сегодня Вискос Вкусный А то Говорит А я Не пробовала Сегодня Вы знаете Тоже На пляже Сидят Две Гламурницы Такие Моднявки Две Козявки Гламурные Одна Другой Говорит Ты знаешь Я вчера В бутике Перемерила Все Во что Влезала Моя Задница Та Говорит И что Говорит Купила Супер Туфли А мужик Один Написал Вы Бравы У нас Даже Мужики Бывают Женщинами А Действительно У нас Мужчина Слово Мужчина Женского Рода Мужчина Она Поэтому У нас Часто Говорит Мужик Мужик Это Мужчина Это Чиновник А Мужик Это Мужик Один Мне Пишет Я Шел по Улице Было Хорошее Настроение Хорошая Погода Я Играл Ключами От Квартиры На Указательном Пальце Никто В мире Этой Дурью Заниматься Не будет От Счастья Смотрю Пишет Он Эдер Представляю Его Глаза Смотрю Люк Канализации Приоткрыт Вдали Думаю Попаду Или Нет Это Зачем Тебе Попал С Первого Раза А Это Одна Девушка Написала Я Рассказываю По телевидению Но я Еще Раз Ее Перескажу Потому Что Но Она Мне Очень Нравится Мне Пишет Женщина Вы Все Правильно Про Нас Женщин Написали Все Правильно Про Нас Рассказываете Часто Я На Своем Джипе Приехала В Супермаркет И Припарковалась Так Как Не Припаркуется Ни Один Мужчина Сразу За Джипом Инкассаторов Гениально Мужик Так Не Сделает Он Понимает Чем Может Закончиться Сижу Пишет А Накрашусь Ну Иначе Как Можно Мюзли Покупать Ненакрашен Вот Готовы Открывается Дверь Супермаркета Цитирую Письмо Из Дверей Выходит Инкассатор Мешком Полным Денег Вперед Вот так Вот И садится Ко мне На первое Сидение Ой Я не знаю Что с вами Будет Сейчас И говорит Поехали Держа мешок Вот так Он выронил мешок Когда Услышал голос Куда И дальше Гениальная Фраза Он Смотрит На меня Он Так И если Она Испугался Я Ненакрашена Страшна Баба Была Видимо Выскочил Выронив Мешок Точня Страшна Была Быстро Заскочил В свой Джип Откуда Его Выгнали Под задниками Он Обратно К ней Она Так Сидит В этой Позе Он Говорит Я Тут У вас Кое Что Забыл Все Проверяем Сколько У вас Сил Осталось Зоопарк На Северном Кавказе Террариум Террариум На Террариуме Объявление Павильон Закрыт На ремонт Животные На улице Супермаркет В крыла В крылацком На двери Дверью Не хлопать Я не могу Отключается Эскалатор Это Как Может Быть Мясная Лавка Надпись Ноги Не отрубаем Нет топора Уши Отрезаем Нож Есть Супермаркет Объявление При покупке Любого товара В левой Половине Магазина Требуйте Подарок От продавца В правой Половине Сколько Когда вам Дадут Подарок Просьба Матом Не ругаться Москва На магазине На дверях Табличка С беляшами Не входить И не спрашивать Почему Мебельный магазин На Ленинградском шоссе Объявление На кроватях Не прыгать Но это ладно На кроватях Не есть И не садиться В мокрых трусах Почему Что бывали случаи Киоск В Москве Предупреждение Уважаемые покупатели Так как у нас Под киоском Кто-то сдох Просьба терпеть До полного Разложения Страна ужаса Подмосковье Общежитие Объявление Просьба Не купаться В многомойках Многомойки Предназначены Только для Стирки белья Томск Бар В баре Табличка Спеть в короке Сто рублей Спеть в короке Если зал против Тысяча рублей На двери магазина Магазин в субботу не работает В скобках В воскресенье не работает совсем В газете На открытии снежного гора Будут присутствовать Дед Мороз Глава города И другие сказочные персонажи Я ничего с вами сделать не могу Вы хохочете Поэтому последняя Москва Мужской туалет МГУ Мужской туалет МГУ Надпись на стене Лена Я тебя люблю Костя Это не все Внизу Приписка Костя Ты дебил Лена ходит в женский туалет Подпись Женя И это не все И третья Женя Ты сам дебил Подпись Лена Друзья мои Мы сейчас расстанемся Помните главное Чувство юмора Это самая надежная защита От невежества С Новым Годом Спасибо за субтитры Алексею Дуброва